МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире преддверие Дня Независимости. Я больше не буду бояться быть армянином. Опыт защиты Армении в Сенате Франции. Раунда удалила из музея упоминания о геноциде, совершенном против армян французская пресса. Задержанный в Баку известный журналист выдвинул проармянский тезис. В Европарламенте пройдет конференция по защите религиозного и культурного наследия Арцаха. В своей новой книге Венера Макарям подчеркивает особенности статуса армян в османский период. 19 января 2024 года исполняется 104 года со дня фактически признания государства Армении на территории Западной Армении. В преддверии Дня Независимости телеканал Вестерн Армения ТВ ознакомит вас с Западной Арменией и ее символами. Сегодня мы рассмотрим краткий список прав, предоставленных армянскому народу, обладание которыми является важным предварительным условием для каждого армянина. 18 января 1919 года в Париже начала свою работу Парижская мирная ассамблея, в составе которой действовала специальная комиссия по компенсациям. 7 марта 1919 года указанная комиссия сформировала отдельный орган. Специальную комиссию, целью которой было свести воедино материальные потери стран и народов, не представленных комиссии, и придать их возмещению официальный ход. 14 апреля 1919 года специальный комитет представил свой предварительный доклад. Обязательства по материальной компенсации были возложены на все побежденные государства – Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию и Османскую империю. Германия полностью погасила возложенные на нее обязательства по выплате материальной компенсации только в июне 2010 года. Турецкая республика, преемница Османской империи, до сих пор уклоняется от выполнения этого обязательства по отношению к Западной Армении. Решение о праве армян Килики 4 августа 1920 года. Армяне Килики приняли декларацию о независимости Килики. В соответствии с декларацией Организации Объединенных Наций о предоставлении независимости колонизированным странам и народам, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1960 года, независимость получили более 60 стран мира. Решение о признании осуждения геноцида, совершенного в отношении армян. 24 мая 1915 года Великобритания, Франция и Россия выступили со специальным заявлением, осуждающим резню и геноцид в отношении армян, развязанное правительством Рада Турак, в котором апрельские массовые убийства 1915 года были квалифицированы как новое преступление Турции против человечности и цивилизации. Согласно этому заявлению, позже была создана специальная военная инстанция Константинополя, которая осуществила судебный процесс над лидерами младотурецких формирований. В 1919-1920 годах в Константинополе состоялся суд над младотурецкими главарями по обвинению в вовлечении Османской империи в Первую мировую войну и организации массовых убийств и депортации армянских поданных империи. Специальная военная инстанция Константинополя заочно приговорила многих младотурецких главарей к смертной казни, совершенной армянскими мстителями в ходе операции Немесиса в 1921-1922 годах. Все это, в свою очередь, означает, что осуждение геноцида, совершенного против армян, имело место. И неправильно применять выражение «незавершенный Нурнберг» – геноциду, совершенному против армян. Осуждение геноцида, совершенного против армян, было осуществлено. Компенсация за ущерб, нанесенный армянскому народу, включая выполнение и приведение в исполнение арбитажного решения, не была выплачена. Эбресельнет сообщает, Казым Аксес, зарабатывающий на жизнь продажей собственных компакт-дисков, Малатия заявил, что он армянин и обратится в суд. Казым Аксес, который до убийства Гранта Динка и трех миссионеров не инициировал смену своего имени на сарки с Нерсисям, поскольку смущался этого, заявил, что больше не будет бояться того, что он армянин. Тот факт, что Казым Аксес заявил, что он армянин и обратился в суд, является важным событием с точки зрения избавления от страха быть иным после произошедших убийств. Аксес, родившийся в 1963 году в селе Куршунгу провинции Дарэнде, Малатии, сообщил, что он армянин по происхождению и обратился в суд под влиянием убийства Гранта Динка и убийств произошедших в Малатии. Аксес начал свою музыкальную жизнь после девяти лет, продавая с 2001 года записанный им компакт-диск на стенде, который установил в центре города, стараясь обеспечить свое существование. Аксес планирует записать свой новый альбом под армянским названием. Политолог и журналист Акоп Бадалян обратился к Сенату Франции. Бадалян пишет, 17 января Сенат Франции обсудит резолюцию, осуждающую агрессию Баку против Арцаха, а также предотвращающую возможную агрессию против Армении в возможное посягательство на территориальную целостность. Несомненно, эта важная межпартирная инициатива французского Сената заслуживает одобрения и положительной оценки. В то же время не следует забывать, что за три года, прошедшие после 44-дневной войны, обе палаты французского парламента дважды принимают ключевые резолюции по Арцаху. В ноябре 2020 года французский парламент принял резолюцию, официально призывающую Париж признать независимость Арцаха, зафиксировав границы с момента прекращения огня в 1994 году. Осенью 2022 года обе палаты французского парламента вновь приняли резолюцию в защиту народа Арцаха, заявив, что в случае агрессии к Баку должны быть применены санкции, Франция должна продвигать идею применения санкций и в Европейском Союзе. Однако эти резолюции французского парламента остались на консультативном уровне, а исполнительная власть заявила, что они являются инициативой парламентариев и не отражают официальную политику французского правительства. Конечно, говорить о том, что эти парламентские инициативы были независимы от официального Парижа было бы ошибкой. В то же время нет сомнений, что они были средством, инструментом, игральной картой в геополитической игре для официального Парижа, понимающего, что при роковой для Франции опасности выбыть из игры Париж может прибегнуть к столь радикальным мерам. По крайней мере, до поры до времени их необходимость не ощущалась. И действительно, примерно за 20 дней до агрессии Азербайджана против Арцаха председатель правления французского нефтегазового гиганта обсуждал с Ильхамом Алиевым вопросы многомиллиардных инвестиций. В конце сентября Азербайджан подверг Арцах агрессии и этнической чистки депортации армян. Но Франция так и не прибегла к санкциям и не попыталась продвинуть эту идею в Европейском Союзе, ограничившись заявлениями, осуждающим произошедшее в Арцахе. Таким образом, контекст показывает, что принятие Сенатом Франции новой резолюции не может считаться эффективным механизмом предотвращения возможной провокации со стороны Азербайджана в отношении Армении. В этом смысле несколько десятков французских бронемашин «Бастион», содержащих даже достаточно противоречивые оценки, гораздо более объективны, чем принятие несколько десятков жестких резолюций в парламенте Франции. Эти инициативы приветствуются и поощряются. И в конце концов, Сенат Франции, естественно, служит интересам государства и Франции. И даже есть парадокс. В вопросе Арцаха французский парламент даже более активен и ревностен, чем парламент Арцаха и Республики Армения. Тем не менее, очередная резолюция в Сенате Франции не должна стать новой волной иллюзий в Армении. Более того, возможно, необходимо использовать дружественный потенциал Сената Франции в плане армяно-французских отношений для дальнейшей объективизации и углубления армяно-французского сотрудничества на уровне исполнительной власти. В столице Раунда Кигали находится мемориал, посвященный геноциду Тутси, который был открыт в 2004 году. В садах музея покоятся тела 250 тысяч жертв геноцида Тутси, чьи имена высечены на мраманном крамне. Экскурсия по зданию ознакомит посетителя с подробной визуальной и аудиодокументальной историей страны. В витринах выставлены кости, черепа, предметы, одежда, символизирующие мученическую смерть жертв, оружие и лозунги, олицетворяющие безумие геноцида. Французский журнал «Лепуант» пишет, что в музее есть объяснительная комната, посвященная другим геноцидам, произошедшим с начала XX века. Все начитается с первого геноцида немцевами Гегеру и Намо в Намибии в 1904 году. Затем наступает Холокост, затем резня, устроена красными Кхмерами в Комбодже. Геноцид боснийских сербов в Сребрянице в 1995 году. А совсем недавно резня езидов в Ираке устроена джихадистами ИГИЛ. Однако о геноциде армян 1894-1923 годов нет никаких сведений. Отмечается, что изначально была стена, посвященная геноциду против армян, но позже она была снесена. По словам источника, осведомленного о политике раунды, объяснение носит политический характер. Отмечается, что Кегали уступил давлению Турции. Турция предложила правительству Поля Кегама взять на себя крупные инфраструктурные проекты-раунды, от которых отказались китайцы, сообщает источник. Он добавил, что у режима президента Турции Реджепа Таипа Иртогана было одно условие, и оно было одобрено в политических кругах раунды. Убрать из музея упоминаний о геноциде, совершенного против армян с 1894 по 1923 год. Задержанный вчера в Баку известный журналист Шахин Рзаев несколько дней назад сделал примечательный пост относительно утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно открытия Зангизурского коридора, по сути, выдвинув проармянский тезис. Касаясь заявления Алиева на встрече с журналистами о том, что отправляющиеся из Азербайджана в Азербайджан граждане товары и транспортные средства должны проезжать свободно, без всякого осмотра и таможенного администратирования, Рзаев отметил. Интересно, происходит ли то же самое на территории Ирана? Уверен, что нет. Азербайджанский журналист имеет в виду таможенный и паспортный контроль, осуществляемый иранской стороной в отношении азербайджанских граждан, товаров и транспортных средств, следующих через территорию Ирана в Нахидживан. Вопрос журналистов вызвал критику со стороны азербайджанских пользователей «Патриот». Некоторые оправдывались, что Армения не Иран и сравнивать ее неправильно. Другие обвиняли ее в озвучении проармянских тезисов. Некоторое время назад Рзаев подвергся критике за то, что высмеял одну из фотографий, созданных искусственным интеллектом на тему оккупации Еревана, которая активно распространяла в социальных сетях. Власти Азербайджана, не скрывающие своих агрессивных амбиций в отношении армянских территорий и выстраивающих всю логику переговоров с Арменией в рамках коридорной терминологии, постепенно отслеживают настроения, формирующиеся внутри страны и не интруизуют тех, кто выступает против выдвигаемых ложных тезисов. Шагин Рзаев, несмотря на свои оппозиционные взгляды, в последние годы избегает прямой критики властей, ограничиваясь язвительными сообщениями и наивными вопросами. Несмотря на спокойную критику, он также оказался в тюрьме. Следует отметить, что в ответ на заявления официальных лиц Баку и Анкары об открытии Зангизурского коридора, Иреван всегда подчеркивал, что никакой коридорной логики в переговорах нет. 24 января в Европейском парламенте состоится конференция на тему защиты армянского религиозного и культурного наследия в Арцахе. Мирям Лексман, член Европейского парламента, сообщает об этом в своей статье на сайте ИКС. Тысячелетнее армянское культурное и религиозное наследие Арцаха находится под непосредственной угрозой уничтожения, осквернения и узурпации. Присоединяйтесь ко мне и экспертам, чтобы обсудить, что можно сделать для защиты армянского наследия. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться до 19 января. В издательстве Матанандаран вышла книга научного сотрудника Матанандарана Венера Макарян «Армяне исторической Сирии в османский период XVI-XVIII веков». Книга посвящена изучению истории социально-экономического положения, духовной и культурной жизни армян исторической Сирии в османский период, в частности, в XVI-XVIII веках. Как сообщается в Матанандаране, предпринятая попытка выявить и осветить особенности положения местных армян в контексте политики османской империи по отношению к ней и на верующим. Материал на основу на армянских и зарубежных источниках, документах и литературе. Книга предназначена для тех, кто изучает историю армянских колоний, современных государств, входящих в состав исторической Сирии, а также историю Османской империи. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Севака Амруяна Ярхушта. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Севак Амруяна Крэнг Севак Амруяна Крэнг Кориев Легина Крэм